Итак, сейчас у нас состоится шоу-матч, на который приглашены три игрока, три российских игрока, которые входят в топ-10. В топ-10 по версии Федерации Маджонга России. Есть такая организация, ее сайт majong.ru. Она ведет рейтинг игроков, в том числе, не знаю, насчет Ричи, но по спортивному ведет рейтинг, который составляется по итогам исключительно оффлайновых, очных, так называемых лановых соревнований. Так вот, удалось пригласить, и сейчас мы сыграем четвером, ну, кроме меня, естественно, я не отношусь к топу-10, вот, сыграем с тремя игроками. Начну, наверное, снизу по рейтингу. В шоу-матче будет участвовать Оксана, которая на Маджонг Тайме играет под ником Окси123. Вот, как только что она нам написала. Играет она из Южно-Сахалинска, я думаю, у нее уже вечер. Она сейчас находится на восьмом месте в рейтинге Федерации Маджонга, а всего в рейтинге 90 человек. То есть, это хороший результат, восьмое место. Также существует европейский рейтинг, который ведет Европейская Ассоциация Маджонга. Она учитывает соревнования некоторые из российских и очень многие европейские соревнования. В этом рейтинге, в котором, о, сколько там всего человек-то, 550 с лишним человек в этом рейтинге европейском, там Оксана занимает 181 место сейчас. И на Маджонг Тайме она занимает 205, то есть, получается, что даже чуть ниже, чем у меня, но рейтинг Маджонг Тайма, он достаточно такой условный, просто кто часто играет по многу, тот обычно чуть выше находится. Вторым игроком в шоу-матче будет Павел. Он играет из Москвы. Играть он будет под ником Nomwise. Он сейчас в 7-й в российском рейтинге Федерации Маджонга. В рейтинге ИМА, европейском рейтинге, он 85-й. И в рейтинге Маджонг Тайма, по-моему, 209-й, где-то так. Так, меня зачем-то приглашают, не надо. И самое главное, наш такой самый титулованный участник, Виталий, он, кстати, должен присутствовать в чате на Гудгейме, может, даже и Павел тоже присутствует, который играет под ником ComboRus. И мы уже видели его, иногда он участвовал в рейтинговых играх на трансляции. Он занимает первое место в российском рейтинге Федерации Маджонга по спортивным правилам. Первый из 90 человек. В рейтинге Европейской Ассоциации занимает тоже очень неплохое место, 26-е. То есть, 500 человек, 26-й. При этом из всех россиян, которые участвуют в европейском рейтинге, он второй. И на Маджон Тайме он 25-й по спортивным правилам. Вот такая будет команда. Ну, в данном случае не команда. Каждый играет за себя. Так. Я забыл запустить стрим на Twitch. Окей, запустил. Что же, создаю стол. Значит, мы будем играть 59 минут. Вот, я создам кастомный стол. Спортивные правила. Окей, запустил. Что же, создаю стол. Значит, мы будем играть 59 минут. Вот, я создам кастомный стол. Спортивные правила. Так, создаю стол для нашего шоу-матча. Назовем это MTV Show Match. Потому что Маджон Ти Ви сокращенно MTV, конечно же. Ну, допустим, не знаю, там, тысячу чипсов. Расширенные настройки. Так, сбросил сразу. Ну, ладно. Значит, только хост может подсаживать игроков, чтобы к нам за стол не подсели те, кто не приглашены. Зрители можно. Цветы. Показывать выигрышную руку. Ожидание. Рейтинг. Четыре раунда. Все-таки 8 секунд на ход. 59 минут. 8 очков минимальные. Вроде бы все. Все есть. Создаю. И сейчас приглашенные игроки должны присоединяться. Я, в общем-то, могу поинвайтить даже. Чтобы им было проще. Так. Окси инвайтим. Окей. И Павел. Так. Что-то я Павла не вижу онлайн. А вот. Вижу. Заинвайтил. Сейчас начнем. Наш шоу матч. Все на месте. Не понимаю, почему не начинается игра. Нужно куда-то нажать еще. Не знаю. Может быть join надо нажать. Так. И. Интересно. Какой у нас неспешный шоу матч. Сеттингс. Я не понимаю, почему. Когда он... Ну, еще подождем чуть-чуть. Может быть он все-таки стартанет. Что происходит. А, все, понял. Может быть я должен, я должен ветра сам расставить. Как странно. Ну, ладно. Давайте так. East. South. What's that? West. North. North. Однако. Зачем это сделал, не очень понятно. Ну, ладно. Ну, что же. Поехали. Три игрока из топ-10 России. И несчастный стример. Которого они сейчас будут обыгрывать. Приветствую игроков. Как говорится, ГЛХФ. Скидываю, естественно, ветра для начала. Как интересно мне заходит. Слишком однообразно. Угу. Просто шикарно заходит. Так. Вот так много единичек мне не надо. И таких единичек тоже. Мне нужно развитие в бамбуках. В этой руке. Приходят в символы. Смотрите-ка. Виталий и Павел открыли практически одинаковые. Чу. Один, два, три. Но в разных мастях. Может быть, у них и руки одинаковые. В итоге получится. Приходит такая, да. Я избавляюсь от повторов. Я избавляюсь от повторов. Пара у меня одна есть. Вот здесь вот в точках. Больше мне не надо. Да, такая тоже не понадобится. И Оксана открыла. Чо, шесть, семь, восемь. Ага. Ну что же. Судя по всему, комбо Ру сыграет чистую масть в символах. У него в сносе нет ни одного символа. Привет, Шинцу. Присоединяйся. У нас тут шоу-матч. Так. Я, наверное, тогда полностью избавлюсь от этой части руки. Павел. Один, два, три. Один, два, три. Угу. Ну, двойка ему точно не нужна. У меня тем временем сложились три одинаковых чоу практически, да? Вот девяточка может пригодиться Виталию. Нет. Она пригодилась напротив. Так вот, неожиданно. Окси сыграла смешанные смещённые чоу. Все чоу. Это восемь очков плюс цветок. Не самое удачное для меня начало. Сразу снюхся на маджонг. Рука была хорошая. Обидно. Конечно, сортировка работает прикольно. Так, ну давайте уже. Дайте мне ход. Да. Вот мой ход. Слишком много точек, вам не кажется? Панк. Комбарус взял панк зелёных драконов. Следовательно. Нет, я уже примерно понимаю, что я буду играть. Скорее всего, будет смещая с СССР. Смешанный ряд. На таком бэру сыграют все типы. Не иначе. Ещё семёрку дают. Нет, ещё не надо. Вот ту семёрку символов, которую первую снёс комбарус. Теперь я жалею, что я её не забрал. Чао. Чао. Опять пятёрка. Да, неправильное развитие я выбрал. Вот ещё раз он мне помогает. Спасибо. Я ждал этого. Вот, в символах мне второе чоу не нужно. Мне нужно чоу в бамбуках и в точках. Так. Угу. Интересно. Ну точно. Все типы собирает Виталий. Может, конечно, он ещё сюда впишет смешанное чоу, если сейчас возьмёт 2, 3, 4 точки. Нет, не взял. Ну, значит, ну... У него уже были 2, 3, 4. И он берёт со стены те самые смешанные чоу. Всё-таки у него не все типы, а смешанные чоу. Плюс панк драконов взять и со стены. Окей. Ну, что ещё я могу сказать вам? Игроки-то непростые. Непростые. Поэтому моё последнее место на третью сдачу закономерно. Ну, ничего-ничего. Я посопротивляюсь. Один. Девятка снесу. Может быть, чистый ряд соберётся. Подумал сначала, когда пропустил западный ветер, подумал, что может быть, сыграть цыплячью руку. Но уже не хочется. Хочется всё-таки подороже. Чистый ряд даёт 16 очков. Так, что-то там Окси задумалась. Как бы её в оффлайн не выбросило. Так, я вроде в онлайне. Да, вот что-то что-то произошло с сервером. Мы только что видели. Как пронесло у всех. Чинсу говорит, ты им скажи, что они на стриме, и они хуже станут играть. Так, они знают, что они на стриме. Все три игрока были специально приглашены на этот шоу-матч. И всем им было сказано, что он будет проходить онлайн. Я сам немножко напрягаюсь сверхобычного. Какой-то такой легкий мандраж, хотя мы просто у нас фановая игра. Ну, потому что все приглашены, все знают, все на стриме. Так, расстанусь с этой парой, которая мне ничего не даёт, только очки уменьшает. Ну, матч долгий. Ещё 40 с лишним минут. Смотрите, как красиво сносит Камбарус. Красный, зелёный, красный. Юг, точка красный. Три красных дракона. У меня символы заходят. От которых я избавляюсь, избавляюсь. Они заходят. Мне нужны другие символы. Мне нужны вот тут вот, вокруг вот этого косточки. Так, открывается Панга. Ух ты. Интересно. Если бы вот эту девятку символов не снес, у меня было бы ожидание. Было бы ожидание, правда, малоочковое. Так, между тем, вышли все четыре шестёрки. Все четыре шестёрки вышли, да? Ну, тогда я тоже снесу. Потому что с одной стороны это ЧУ уже отрезали. На 6, 7, 8 там не собиралось никак. Север не нужен. Чистый ряд тоже не собирается пока. Панг. Панг от Окси, панг от Камбаруса. Что у вас, все панги там, что ли? А как семёрка пройдёт? Нет. Тоже панг. Какие? Ещё четвёрку сносят. Ай, беда, беда. Пока не поздно. Или поздно уже пятёрку сносить? Нет, прошла. Так, беда в том, что снесли три четвёрки символов. А я на них рассчитывал. В этой сдаче тоже руку я не соберу. Кумбрус уже ожидает, наверное. Скорее всего, у него там две пары осталось в руке. Ещё один северный ветер. Да, напряжённенько так не ожидал я. Что так? Мы все серьёзно отнесёмся к происходящему. Зелёный должен пройти. Ну, раз так, раз мне чистый ряд не срастается. Что тогда? Пятёрка тоже должна пройти, я одно считаю. Нет, не прошла, что ли? Всё-таки... Какой я неправильный. Надо было всю оборону уходить вообще и не думать ни о чём. Снёс все панги. Причём, смотрите-ка, что он собрал. Чистые смещённые панги. Панг пятёрок, панг парк шесть... 5, 6, 7. Панги в бамбуках. И вот он в чате говорит спасибо. Ничего себе наглость какая. Баруста, ты мне должен. Раз спасибо, спасибо не отделаешься. Так, надо собраться. Надо собраться. Рука нормальная. Её можно неплохо разыграть. Идёт всего лишь четвёртая сдача. Так, ветер сношу. В этой руке у меня возможны три одинаковых ЧО в трёх мастях. Как же я так снёс-то, а? Почему я... Не знаю. В общем, перепутал с предыдущей сдачей, где вышли четыре шестёрки. Так. Это он на выход. Пятёрка была опасной косточкой. Но в том, что комбо-рус собирает в прошлой сдаче чистые, смещённые панги в бамбуках, такого я, конечно, не ожидал. Никак. Редкий фан. Очень редкий фан. Так, трёшка. Дорогой, как вы могли видеть. 24 очка. Какой, кстати, счёт? У комбо 105 в плюсе. Окси плюс 7. Намвайс минус 34. И у меня минус 78. давай цветочек. Принеси мне что-то полезное. Ну, нет. Не полезное. Опять комбо-рус за своё. Открывает панк драконов. Мне опять дают четвёрку. И, между прочим, вновь рука, в которой мне со стены подойдут очень многие косточки. Но не приходит. Ни одного бамбука за всю игру ко мне не пришло. кроме, может быть, там первой. Первого круга. Так. Вот тут пришло. Пока я такое сделаю ожидание на две пары. И мне заходит отлично. Маджонг. Точнее, сносят мне на Маджонг Окси. Маджонг дешёвенький. Три одинаковых чоу. Без занеров два цветка. Итого 11 очков. Плюс 35. Я... Но даже этого Маджонга мне не хватает, чтобы выйти на третье место. Я отстаю от Павла на одну очко. Так. Пошёл второй раунд. Напоминаю, что вы смотрите шоу-матч с участием трёх топовых так, сейчас подождите, сображу, что здесь вообще такое. Трёх топовых российских игроков. Комбо Рус. Он же Виталий, который занимает сейчас первое место в российском рейтинге спортивного Маджонгу. Павел, который играет под ником Ном Вайс. Седьмое место в рейтинге. И Оксана Окси 1-2-3. Восьмое место рейтинга. Так, я вот так вот по-глупому сыграю, наверное, но вроде же мне попёрло, кажется, да? Вот, и я составляю им кампанию, чтобы транслировать этот матч. Игра развивается очень логично. Борьбу между собой ведут те самые три топовых игрока. Я последнее место занимаю. Что мне тут раздают? Раздают как-то не очень. Я открыл достаточно необдуманно панк Белых Драконов в надежде, что в таком европейском стиле, когда в руке вообще нет ничего, что могло бы с уверенностью говорить о том, что-то я что-то такое собираю, вот ничего нету. Но есть пара Драконов. А, вот теперь есть, вот теперь есть. Вот он, европейский стиль в действии. Ничего у меня в руке не было, чтобы играть все типы. Я открываю панк Драконов, и мне заходит пара ветров, которая нужна для всех типов. А в мастях по-прежнему только заготовочки. да, Чоу я возьму. Тут, конечно, вопрос. Ну, наверное, так. Можно было либо пару эту разносить и оставить заготовку в Чоу. Однако, я более чем уверен, что этот ветер еще выйдет. Конечно, Конг. Это не Ричи тут. Конг никаких дополнительных дор не открывает. Всегда его полезно сыграть. моё потенциальное ожидание вот здесь вот лежит. Уже выходило. так, этот ветер мне не нужен. мы, кстати, пересели за столом Панк. И теперь Павел слева от меня, он открыл два Чоу в бамбуках. Судя по сносу, как раз бамбуки и собирает. Комбо берет Панг. Интересно, что он там такое замышляет. открыл Панк девятых символов, при этом три символа снес. Опять, что все типы. Нет. Возможно, не знаю, что он собирает. Вариантов много всяких разных. снос у него такой, что это может быть что угодно. Я, если сыграю эту руку, у меня будет маржонг очков на 12. Все типы 6. Конг белых. Это сейчас, да, все-таки он три верхних собирает. Это круто. Три верхних это либо 24, либо даже больше, чем 24. Но не удалось. Павел, которого я пытался догнать, берет на маджонг чистый, смещенный ЧО у него. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6 бамбуках, опять же 16 очков, без масти. И он от меня убегает. Теперь я преследую Окси. Окси минус 39, у меня минус 51. Не очень большая разница в счете между всеми игроками. Хорошее взятие со стены и можно вернуться в борьбу. Рука так себе. Три совершенно лишних благородных кости здесь есть. Буду их сносить. Привет, Шамот 36. Стрим идет достаточно давно, где-то с ну час примерно. Час. сейчас идет шоу-матч. Шестая сдача, второй раунд шоу-матча. Терплю против топ-10 российского рейтинга. Ох-ох-ох-ох. Смотрите, как интересно. Все три три панга драконов разыграли. Хорошо, что они ни одного человека на руке, потому что иначе это было бы очень, очень жирно. По-моему, три панга драконов это 88 очков. Если я все правильно помню. Три больших дракона. Но их уже в этой сдаче не будет. А у Павла был один дракон зеленый, то есть он помышлял, помышлял о том, чтобы собрать три больших дракона или три малых, когда два панга драконов и пара драконов. Два малых дракона тоже хорошо. Точно, три малых дракона. Три малых дракона это, по-моему, 24 или 64 очка. Привет, Комрад 42 пишет, что из всего, что здесь происходит, он понимает, что это игра для четырех игроков. Ты очень на самом деле продвинулся в понимании. Это действительно игра для четырех игроков. Как у меня все и хорошо и плохо в этой руке. Очень нужна троечка сюда. Очень нужна. У меня тут пара. Комрад, ты наблюдай. Наблюдай. Так, а вот теперь у меня все хорошо в руке. Если эта четверка пройдет. Ну, почти прошла. Прошла. Так, комбо рус собирает чистую масть в точках. То есть, он собирает еще точечки всякие разные. четыре мне не надо. Может быть, даже ожидания уже у Виталия. Привет, Гибби или Джибби. Пожалуйста, не называй это пасьянсом. Все-таки надо четко разграничивать. Пасьянс можно из чего угодно раскладывать. Из обычных игральных карт. Хоть из домино. Вот. Все-таки это отдельная игра. Маджонг. С пасьянсом у нее ровно столько же общего, сколько у преферанса с пасьянсом. Там тоже нужно собирать комбинацию. Так, между тем, я в ожидании и мне приходится стены. Отлично. Вот то, о чем я говорил. Маджонг со стены на сколько тут? На 15 очков плюс 69 и я сразу же включаюсь в борьбу. Я выхожу на второе место плюс 18 или делает комбо рус плюс 66. прошла половина времени. Все еще может многократно измениться. Но так гораздо интереснее когда борешься за второе первое место. Гораздо интереснее. Хмм, такая любопытная мне рука. Да-да-да. Смотрите-ка. Кто знает, тот понимает вот это вот сочетание в точках и вот это сочетание в символах. либо бамбуки правильные пришли и можно было попробовать сыграть. чао. Чао. да, либо эту руку, либо с обычной о, кого я вижу в чате пользователь большаков про подозреваю, что это Алексей. Благородный оставлять. А я что-то как-то не включил голову до конца, что переплетенный ряд же может быть с благородными и как правило с благородными. И мне сейчас так хорошо благородные приходили. Если бы я вот, да, ну уже поздно их оставлять, конечно. Если бы я их оставил, значит, четыре благородных, здесь три, восьмерка ушла, эта ушла, эта ушла, и здесь ушла. Да, я был бы без двух костей, без одной кости в ожидании. Алексей, ты прав. Ты был прав. Но уже поздно что-то делать. Я даже не буду сейчас перестраиваться в смешанные чего. Хотя нам нужно было единичку сначала снести до того, как я начал сносить восьмерку. Ошибочка. Ошибочка. Ладно, ладно. Да что ты будешь делать? Алексей, по-моему, ты что-то знаешь про эту игру. Еще восьмерку дали. Но вот есть шанс все-таки единицу снести, как и следовало бы делать. восемь. Ну да. Еще раз восьмерку вынесу. несмотря на все мои ошибки потихонечку приближаюсь к переплетенному ряду. Соперники, конечно, тоже приближаются уже к тому, что они собирают. комбо забирать точку. Нет, комбо не захотел. Большаков раздает костяшки. Не исключено. У него там кита рядом. Относительно, конечно. ой, пять. Снесу. Мне в бамбуках пятерка нужна. Они в символах. Игра немножко медленно идет. Игроки так напрягаются. эти шесть, семь, восемь. Так, ну такую семерку берешь комбо? Не такую не берешь. Окей. Если через пару кругов мне нужные бамбуки не придут, один, два, три? Нет, не один, два, три. Я буду в оборону уходить. И еще один благородный. Даже если я передумал после сноса первых четырех благородных, можно было возвращаться. Или нет? Нет, хотя уже не хватало бы, да, тут только два ветра. сейчас опять задумается комбо-рус над этой семеркой. В этот раз он быстро ее отжал. со стены берет. Коварин. Коварин. Чистый смещенный чего? Молодец. Дорого получилось. Плюс 90 очков. Алексей, я полностью с тобой согласен, что можно было перестроиться на 678. говоришь все правильно. Но на стриме, на шоу-матче, когда против тебя такие топовые игроки, не всегда удается здраво размышлять. В общем, меня наказали раздачей какой-то вообще полный трэш. Уже в третий раз приходит что-то такое, из чего можно собирать 1, 2, 3. И опять приходит, да. Но меня ждут сори, надо панги запретить. Несмотря на это, я по-прежнему на втором месте. Меня, конечно, поджимают соперники. Так. Единичка лишняя. дополнительно пришел вариант смешанного ряда 1, 2, 3 в этой масти. Ага. Нет, не будет смешанного ряда. Уже откажусь. Будет либо три одинаковых чоу, один-два-три либо смешанные смещённые смещённые чоу. Один-два-три два-три-четыре три-четыре-пять в зависимости от того, что придёт в символы. Ещё на двойка. Нет, ещё одна не нужна. «Нумвайз» «Нумвайз» тоже, кстати, один-два-три открывает. А, я понял, понял. Комбо «Рус» хочет отыграться. В прошлую субботу я приходил в Мадзян-клуб после, не знаю, трёхлетнего перерыва поиграть оффлайн. Я обыграл его тогда. Сыграли 16 задач в полную партию. Я выиграл. Теперь он хочет матч-реванш. Возьму я-то чего? И вот тут надо решаться. Да, вот так я сделаю. Это будет подешевле, но больше вариантов. Потому что здесь можно сыграть и 2-3-4, и 3-4-5. Хотя нет, только 3-4-5. Только 3-4-5. Потому что если сыграю в символах 2-3-4, мне придётся перестраиваться в бамбуках. Чао. Чао. Так, Окси сыграла 2-4-5-6. Возможно собирает тройное Чао в разных мастях. А вот подсказочка как раз выскочила, что панги у меня отключены. Павел открыл 789-123. Это может быть многое что. И смешанный ряд. Четвёрка лишняя. Что с пятёрками? Раз пятёрка, два пятёрка. В общем ещё есть пара пятёрок. Вынужден пропустить эту двоечку. Когда я сносил единичку символов, у меня был выбор. Снести её или четвёрку. Если бы я снес четвёрку, я бы сейчас мог взять эту двойку символов и был бы в ожидании. на более дорогую руку. Но я выбрал более дешёвую. Немножко просчитался. Точнее я ничего не считал просто. Был орёл или решка. А вот это очень хороший снос, потому что снос на игрока, который отставал с лидера. Окси берёт с Виталия 34 очка. Тем самым приближает его к нам ко всем остальным. Конечно, Виталий по-прежнему очень далеко впереди. Плюс 136, у меня минус 20, у Окси минус 58, у Павла минус 60. Продолжается борьба. Девятая сдача, второй раунд западный. Мы опять пересели. Напоминаю, что идёт шоу-матч с участием трёх топовых российских игроков по рейтингу Федерации Можонга России, а именно топ-1 Комбо Рус, топ-7 Ном Ном Вайс, топ-8 Окси. Да, вот. Ой-ой-ой, как всё интересно. Комбо Рус в чате жалуется, что он снёс из семи пар. Мы заметили. Что тебе не повезло. Вот. У меня в руке сейчас либо тоже будут семь пар, либо чистая масть. А может даже панги начну открывать. Чистую масть точно не стану заранее открывать. Так. Комрад 42 спрашивает, какой приз? Ну, пока без приза. Пока чисто в развлекательных и познавательных целях. Но, безусловно, для того, чтобы проводить такие шоу-матчи регулярно, какой-то приз нужно будет выделять. Если наш канал будет жить и развиваться, то и к такому тоже придем. Так, точка. Снесу. Был соблазн оставить, потому что у меня мог быть трайлой панг. Чинсу спрашивает, как наш топ с мировым соотносится. Между прочим, неплохо соотносится. Сейчас я поясню. Ой, нет. Дело в том, что часть российских турниров, которые засчитываются в российский топ, российский рейтинг. Ну, что, панк, не панк? А, давайте панк. В конце концов. так вот, часть российских турниров, они также участвуются в европейском рейтинге. Европейская ассоциация как бы это называю, как это сказать, аккредитует некоторые российские турниры, включает их в свой рейтинг тоже. То есть, по крайней мере, российский рейтинг и мне смущает, что не выходили эти ветры. Надо их, наверное, сносить. Да, сейчас кто-то сберет на панк. Угу. Правильно, я сделал, что снес. А мирового рейтинга не существует. есть так называемая Конг, всемирная организация Моджонга. Она проводит мировые чемпионаты, очень редко, там чуть ли не раз в 4 года. Кстати, интересно, а в этом году будет? Не в этом, в следующем. В 12-м году был. Вот, но какого-то рейтинга постоянного, постоянно обновляющегося всемирной организации не ведет. Поэтому в качестве мирового рейтинга, наверное, можно использовать результаты последнего чемпионата мира. Я как-нибудь, ну, может быть, на другом стриме. Угу. Как я удачно оставил. Ну, пройди, родная. Давай, давай. Никому не нужна. Восьмерка, никому не нужна. Нет. Она была нужна. Павел забрал ее у меня. Ай. На третье место меня сдвинул. А так хотелось выиграть. Ну, очень хотелось. У него еще все простые там оказались. фактор времени начинает уже работать. Осталось восемь минут. Я на третье место спустился. Кто-то с горочки. О, как хорошо раздали. Да нет. Показалось. Показалось. И хорошо, вроде бы, и плохо. 5, 6, 7, 3, 4, 5, 7. Так вот. Можно, наверное, взять результаты последнего чемпионата мира и считать их текущим мировым рейтингом. В нем первое место китайц, третье место китайц, и дальше в десятке, наверное, тоже 80% китайцы. Но, если правильно помню, там чуть ли не немец какой-то на втором месте оказался. Совершенно, мне кажется, случайно. Так, мне нужно выигрывать. Что я могу сказать? Обязательно. в этой сдаче нужно обязательно выигрывать. Она может вообще последняя оказаться, судя по тому, сколько времени осталось. И у меня так же, 5, 6, 7. Угу. В общем-то, неплохо мне зашло, кстати. Неплохо, неплохо. Интересно, а со стены мне хватит? 4, все, чоу, 5, без сонеров, 6, 2, одинаковые, чоу, 7. По-моему, не хватает. Ой, 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 наверное, хватало. И она ушла на панк. Теперь на последнее. 4, закрытая, 6, 7, 8. Да, вот, ай, хватало, хватало. По-моему, мне хватало. Да, теперь не хватает. моржонг, там у меня... Стоп, почему мне не хватает? У меня нет моржонга. Вот это печаль. Отвлекся я. Почему я решил, что у меня там... У меня шестерки бамбуков не было. Красота. Вот так вот я сыграл в этом шоу-матче. Прям хоть запись останавливай. Увлекся, да, рассказами. Вот, кстати, пришла тройка. Комбо рус спрашивает, не ту ли я кнопку нажал? Да нет, я нажал ту кнопку. Да, если на... У меня вообще ужасное, объявление ужасное, потому что у меня будет штраф гигантский, минус 60 очков. То есть, я гарантированно закончу на последнем месте этот шоу-матч. Потому что у меня не было конструкции. У меня не... Не было моржонга как такового, даже малоочкового. Вот так, что тут снести? Пять. Нет, даже можно и в моржон кому-нибудь снести, вообще без разницы. Потому что... Потому что... Потому... Ну, из вредности буду против кумба русский дать. Сколько он лидер? Надо дать шанс другим. Приношу извинения перед другими участниками шоу-матча, что я его так немножко испортил этим ложным маджонгом. Я совсем забыл, что у меня шестерки бамбуков нет. Очень обрадовался, как мне все складывалось. Увлекся рассказами про рейтинги. Будет мне наука. Так. Четыре. Что еще из безопасного у меня осталось? Так, так, так. Двоечка, может быть, символов безопасная. Но тут не знаешь, потому что игроки видят вот эти открытые кости и могут специально перестроиться, чтобы поймать один из следующих сносов. Например, Комбарус сейчас видит, что у меня семерки бамбуков, может подстроиться под них. Хотя он сносил семерку сам до этого. было бы здесь, как в Старкрафте, чтобы можно было из реплея продолжить. Я бы с удовольствием все отменил, продолжил бы из реплея. Что-то реально хорошо складывалось. У меня там получалось чистое смещенное чоу. если бы все правильно сделал. Павел в итоге сыграл. Я, к сожалению, не увидел. Он со стены, да, взял? Да, со стены. Круто получилось у него. Чистый ряд со стены, это дорого. Сразу у него 97 очков. Он вполне может сейчас обогнать комборус. Я уже никого не могу обогнать. Осталось полторы минуты. Павел Ланер тоже ничего уже не успеет за полторы минуты. Сейчас мы попробуем быстренько-быстренько разыграть. Вдруг я сейчас что-то соберу. Давайте, понеслась. Давайте, давайте. Смотрите, как у меня рука хорошая. Ну, а комборус говорит, что он удержится. Смотри, случайно на это ложный мажон, не нажми. Хочешь, расскажу, как это делается. Вот у тебя справа внизу есть такая кнопочка. На ней написано мажонг. Нажми ее в любой момент. Смотрите, у меня без одной ожидания, да? Почти. Так, два. Нет, без двух ожидания. Тоже прикольно. Остается 22 секунды. И да, и Виталий все-таки победу закрепит за собой. не стал он жать мажонг. Игра закончилась. Выиграл комборус со счетом плюс 177 очков. На втором месте Номвайс 97 очков. На третьем Окси минус 79. И я занял последнее место испортив себе все на свете прошлой сдачи объявив ложный мажонг. Все-таки я так и не смог избавиться от легкого такого мандража связанного с тем, что это у нас первый шоу-матч на канале. Хотелось, чтобы все хорошо получилось. И я зафейлил. Итак, попробуем взять короткое интервью у из одного из участников сегодняшнего шоу-матча. Связываюсь с ним по скайпу. Большая просьба в чате сразу отпишите, как Павла слышно. Алло, алло. Да. Павел, привет. Да, привет. Меня слышно? Ну, сейчас надо будет подождать минут секунд с 30, чтобы в чате отреагировали, слышно тебя или нет. Я-то тебя прекрасно слышу. Вот я не знаю, куда идет звук от скайпа. скажи еще чего-нибудь. Всем привет, отзовитесь. Так. Ничего. Ну, вот я трансляцию тоже слушаю, что-то я себя там не слышу. Не слышишь, да? А, вот слышу. Там задержка, да? Да. Все, отлично, есть. А, да, есть. Уже отписали. Большое спасибо. Так, ну, для начала я еще раз тебя кратко представлю, вот, для наших зрителей. Я уже несколько раз об этом говорил, что ты сейчас занимаешь седьмое место в рейтинге российском по спортивному маджонгу. 85-й в рейтинге ИМА Европейской Ассоциации. Причем ты шестой там среди россиян в этом рейтинге. Также я хочу зрителям рассказать, что Павел, кроме того, что играет в спортивную маджонгу, он практически, наверное, каждую неделю занимается обучением в игру. То есть он, наверное, уже человек 100, как минимум, я думаю, обучил, может быть, больше. Человек 5. Человек 5, ну, хорошо. И он также является, между прочим, судьей многих турниров, сертифицирован в качестве судьи китайскими тренерами, назовем это так. То есть в Китае проходило там краткое обучение, получил соответствующий сертификат и также участвует, как я уже сказал, в организации турниров, в том числе, ну, как сказать, от лица Федерации Маджонга. Вот. Между тем, каким-то образом успевает все-таки участвовать в турнирах сам. Я так посмотрел, в российском рейтинге достаточно много результатов. Даже громче его слышно. Сейчас я, секунду, еще немножечко убавлю. Павел говорит, ты слишком громкий сейчас. первый вопрос, который я задам, он самый частый на канале, который встречается. Вопрос о том, как давно ты играешь в Маджонг? Я тут специально посмотрел. Сам я все время пытаюсь вспоминать, каждый раз тоже меня спрашивают. Но вот Маджонг Тайм подсказывает, что я зарегистрировался в конце 2009 года. То есть, я приобрел набор по Маджонгу где-то в октябре 2009 года. Ну и, соответственно, сразу начал играть. А вот как ты, собственно, нашел эту игру? С чего все началось? Есть такой роман у Агаты Кристи довольно известный. Убийство Роджера Экрейда. По нему есть фильмы, российский фильм есть очень хороший. И там, кстати, тоже попытались имитировать Маджонг и довольно неплохо. Ну, по крайней мере, они попытались разобраться, как это выглядит и похоже было. В российском фильме? Да, в российском фильме. Там играет два человека, потому, ну, они не хотели, видимо, вводить лишних персонажей. Но, в принципе, они там строили стену, все по-честному. Вот. Вот в этой книге описывается, как англичане играют в такую китайскую игру Маджонг. И вот меня это очень заинтересовало. Я прочитал ее довольно давно и все искал, где такую игру найти. Не находил, не находил. И вот, собственно, в 2009 году появилась такая возможность купить набор в России в магазине. И вот я его приобрел, в нем были правила с сайтом Аджон Кру. Ну, дальше покатилось. Понятно. А по каким правилам ты начал играть? Сразу по спортивным или с чего-то другое? Практически сразу по спортивным, да. Немножко попробовал классику, но вот я уже точно не помню, но по-моему были вложены, нет, вложены были классические правила в набор. Но на сайте я сразу нашел спортивные правила и они меня заинтересовали больше всего. Но ты, наверное, начал играть онлайн, потому что сложно найти игроков сразу по спортивным, деклайне. как бы, по-моему, полгода я играл только онлайн и на первый турнир в Санкт-Петербурге я приехал, я играл на турнире вживую второй раз в жизни. Ты объявил там должный мажор, нет? Или не взялся стены? Да, что-то там такое было, но при этом я еще малых драконов взял, я помню, тоже сразу. Но это не очень помогло тогда. Ясно. Ну, в связи с этим, раз ты заговорил о турнирах, какое у тебя было самое большое достижение, по твоему мнению, в твоей турнирной жизни? Вообще, я выиграл турнир в Петербурге два года назад, кажется. Но самый удачный турнир, наверное, у меня был в Париже, когда из ста человек я занял шестое место. там очень игры были все плотные, каждый стол приходилось, чтобы выиграть, действительно, серьезные усилия прикладывать. И вот сильные игроки там были, естественно, из Европы, там итальянцы, французы. Поэтому это, мне кажется, самый удачный мой турнир пока. А там турнир был, наверное, двухдневный? Да, в Париже двухдневный, конечно. А выиграл кто, не помнишь? Француз, по-моему, какой-то выиграл один из топовых игроков французских, который все время вверху держится, не помню, кто точно. Понятно. но еще у меня есть пара вопросов по поводу прошедшего матча. Интересно вот понять, я не помню, вы, по-моему, на трансляции ни разу не пересекались, а может пересекались. Было какое-то, есть какое-то отличие от того, что ты играешь дома для себя без, скажем так, свидетелей, и когда ты знаешь, что идет трансляция, смотрят пусть и небольшое количество, но все-таки зрители смотрят. Я чуть больше нервничал из-за того, что руки не приходили, а так, в общем, никакой разницы нет, не было. Есть разница между игрой в онлайне и вживую, меньше возможности подумать, меньше возможности защищаться, потому что пока ты думаешь как бы защититься, тебе уже скинут кость, какую получится и все. Вот. А с чем ты подумал, когда я объявил ложный маджонг? Удивился, больше ничего. Даже не сумел разглядеть, что там такое было в руке, что было ложный маджонг. Да, но стрим у тебя был выключен, я надеюсь, в этот момент. Да, выключен. Я в этот момент отвечал на вопрос в чате о существует ли, ну, я, в общем-то, сам этот вопрос придумал, в какой-то плане, существует ли мировой рейтинг какой-то, вот, рассказывал про мировой чемпионат, и рука очень-очень хорошо начинала сходиться, мне казалось, все, у меня уже собирается с чистой смещенной чоу, и потом вдруг мне приходит со стены единичка бамбуков, и я понимаю, что, мне кажется, что у меня ножом сложился, но я не понимаю, хватает ли мне очков со стены. Я ее сношу, ее забирают на панк, и я думаю, черт, вот теперь мне точно хватает этой, потому что она стала последней, вот, и, но я не увидел, что у меня нету шестерки бамбуков в руке. Так вот, вот для меня есть разница между игрой, когда я играю, скажем так, без свидетелей, и вот на стрим, особенно, когда это шоу-матч, такие опытные игроки. Вот в чате тут появился вопрос, спрашивают, расскажи об опыте игры на чемпионате мира, точно, ты же ездил, по-моему, в 12-м году на чемпионат мира. Опыт на чемпионате мира такой, что до китайцев нам пока все еще далеко, потому что у них какой-то, видимо, совершенно другой опыт игры по объему, поэтому скорость их мышления, при том, что спортивные правила для них это не самые важные, и там они не играют в них каждый день, это как, я думаю, для них это что-то такое экзотическое, их пригласили, они там прочитали два раза, вот, и все равно приехали, как бы, стали все собирать, буквально там мгновенно, поэтому очень тяжело за столами именно с китайскими игроками, а их там было большинство, так формула турнира была устроена, что там по 2-3 человека были обязательно из Китая за столом с европейскими игроками, вот, столы были автоматические, да, вот, тоже это было очень интересно, играть за автоматическими столами, удобно, если не ломать его, не совершать неправильных действий, от которых этот стол ломается, вот, и они там по столу подарили каждому, каждой стране, правда, вот, с посылкой стола в Россию, так и не сложилось, не получилось у нас с ними договориться, как же его, собственно, переправить. А были там те китайцы, которые, я вот видел один раз, которые играли, не глядя в кости, брали со стены, проводили пальцем, читали, читали руками кости? Это больше к японцам относится, это как бы в культуре ричи принято знать кость, там, ощупывать их, и так далее. Я не играл, вот, я ни разу не пересекался с японцами, именно на том чемпионате, на китайском, рассказывали другие игроки наши, что играли с японцами, и действительно, они не глядя, берут кости, там, или сразу сбрасывают, или даже не смотрят на нее, объявляют маджонг, настолько уверены в том, что пальцем правильно определили кость. Да, это, я думаю, очень сильно, так сказать, даже русское слово не могу подобрать, на мораль влияет остальных игроков, когда такое происходит. Ну что, спасибо большое тебе за ответы на вопросы, вот, я все-таки надеюсь, что ты как-нибудь соберешься, и может быть, тоже начнешь стримить на наш канал, вот, результат показал ты хороший, ну, комбо-рус нас всех обыграл, он так серьезно взялся за дело, вот, он очень спешил, вот, поэтому будет очень здорово, если у тебя появится возможность тоже играть онлайн, чтобы... да, посмотрим. Окей, хорошо. Ну, спасибо большое, я тебя отпускаю, до встречи. Итак, это было небольшое интервью с одним из участников сегодняшнего шоу-матча с Павлом, который играл под ником Nomwise, занял второе место в шоу-матче.